Добрый день дорогие друзья меня зовут Владимир и сегодня мы с вами рассмотрим тему почему так быстро покрывается ржавчиной или скажем так коррозионным налетом выхлопная труба и днище кузова автомобиля Renault Captur довольно распространенная эта проблема имеет уже скажем так ну приобретают уже какой-то степени массовый характер особенно после зимы довольно отчетливо становятся видны места проблемные именно места кузова автомобиля об этом и другом мы сегодня в нашем видео и поговорим поехали итак сразу справочно хочу заметить что автомобиль 2017 года куплен в декабре автомобилю еще даже нету 6 месяцев в принципе никакой обработки днища автомобиля не делалось комплектация style 1.6 литра двигатель 114 лошадиных сил вариаторная трансмиссия значит сразу хочу отметить что первое первую информацию которую я скажем так запечатлел сети интернет это была информация у нас в городе минске беларуси от скажем так от автовладельца или от автовладелицы такого же Renault Captur который был куплен у нас у официального дилера в городе минске о том что она начала судиться с дилером по поводу того что глушитель выхлопной системы автомобиля буквально через месяц после покупки начал покрываться коррозией причем коррозия это было повсеместно начиная от коллектора и заканчивая самим глушителем ну я внимание скажем так это сильно этому сильно не придал на дворе тогда была зима мы куп купали автомобиль 1 декабря выпал уже первый снег скажем так как-то даже было и желание не было под автомобиль лезть ну сейчас у нас апрель наконец-то пришло долгожданное тепло и решил я выехать немножко на природу и посмотреть все-таки скажем так на свое днище на свой глушитель выхлопную трубу и оценить все-таки действительно есть ли такая проблема у автомобиля Renault Captur касаемое появление ржавчины в некоторых местах вот дело в том что не знаю чем закончился суд автовладельца с дилером получилось ли у нее от судителей заменить машину честно говоря на мой взгляд что как правило в этих ситуациях конечно же да и в любых наверное других суд становится на сторону дилера как правило дилер у нас неприкасаемый а покупатели как говорится сами дураки надо было смотреть что покупаешь но как правило так это происходит не только в Беларуси наверное и в России редко бывает когда покупатель выигрывает такие суды что касается нашего автомобиля сейчас мы с вами заглянем наверное попробуем заглянуть сразу в заднюю часть автомобиля посмотреть на глушитель в каком состоянии он у нас дело в том что хочу отметить что в принципе комплектация стайл в котором находится у нас автомобиль сильных отличий наверное по днищу по кузову никаких не будет от того же лайфа драйва и экстрима тут в принципе все одно и то же только отличаются наверное опции начинка так сказать все остальное здесь без изменений итак давайте посмотрим что же у нас стало за первую нашу зиму с глушителем и днищем итак давайте смотреть ну сразу видно там где место места швов идет образование желтого налета коррозионного ну опять же это еще не проблема он в принципе легко убирается сразу скажу что это хромированная декоративная накладка в принципе металл довольно так себе сносного качества среднего поэтому покрытым хромом это вот довольно легко все снимается убирается обычная щетка и все это в принципе довольно быстро уберется давайте перейдем теперь глушителю и посмотрим на него и вот мы видим опять же шварное место где шов где варилась варилась труба саму самой системе глушителя можете видеть что уже на этом месте образуются некоторые налеты коррозионные они не страшны еще но они уже имеют место быть кстати довольно у многих возникает вопрос почему когда на холостых оборотах прогревается автомобиль очень сильно трясется глушитель причем по этому вопросу уже неоднократно многие обращались и мои соотечественники и в принципе скажем так братья славяне из россии своим дилером почему же такая проблема вот когда заводится автомобиль вот так вот примерно происходит тряска я думаю если вы являетесь автовладельцем этого автомобиля вы также с этим каждый день на каждое утро или каждый вечер когда вы заводите автомобиль также сталкиваетесь ну сразу скажу что ответ дилера на данную ситуацию таков у них принципе ответ на на все вопросы одинаковы что это конструкция это такая конструкция то есть это особенность конструкции глушителя то есть вот это вот когда он трясется это нормально вот ну опять же если посмотреть на эту ситуацию можно увидеть что резинок которые держат глушитель не так и много они есть но они имеют большой люфт все эти резинки основная резинка которая отвечает именно за то что трясется глушитель она находится вот здесь вот я вам вот я покажу вот она кстати в этом месте вы можете видеть тут уже все поржавела напрочь уже все это ответит крепеж он не отходит этому даже зимы три тут все нафиг поржавеет почему так непонятно или металл такого качества ли что вот кстати действительно очень наглядно видно я вам сейчас показываю это место видите вот она уже все покрылась ржавчиной а там вот где входит металл в резинку там уже и сама краска уже отслоилась уже отошла честно говоря непонятно как какой норма контроль по материалу по металлу из которого изготавливается эти элементы выхлопной системы честно говоря не знаю давайте дальше посмотрим с этой стороны немножко мы обошли с левой стороны более глушитель вы можете видеть точечная пошла уже пошел уже налет честно говоря что-то стирается что-то уже нет местами уже начинает браться металл сожалению не очень это приятно это что касается глушителя вот видите как он ходит довольно большой у него ход опять же данной ситуации виновата быстрее всего резинка которая держит глушитель вот я двигаю вы можете видеть как ходит эта резинка не думаю что она сильно надежная к сожалению немножко не подумал здесь надо было ставить еще одну резинку еще надо оставить ее вот здесь вот чтобы либо здесь либо просто приваривать еще один штырь и и кузову потому что ну это не является на мой взгляд нормы я же глушитель не отваливать не отвалится но и приятное ощущение далее немножко отвлекусь от глушителя и давайте посмотрим вот буквально первая зима запаска еще ни разу мной не снималась а уже вот уже все вы можете видеть что краски здесь нету куда наделась не знаю все покрыто уже ржавчиной и здесь и здесь двух сторон все покрыто ржавчиной краски и эмали уже нету есть только ржавчина других местах я вроде как не вижу все вроде бы цело все вроде бы нормально почему именно здесь на мой взгляд я не знаю не понимаю недоумение далее что касается глушителя но можем видеть дальше тоже идет коррозия тоже идет налет сейчас мы перейдем посмотрим с другого ракурса так вы можете есть очень хорошо просматриваются здесь проблемы вот они идут эти проблемы вот она идет эта труба наша идет центральная часть тоже уже покрыта коррозии пока это еще как налет скажем так это не сильно опасно в любом случае конечно это нехорошо ну далее идет уже коллектор проблем я особо не вижу там по себе кузов он обработан специальной мастикой такой примитивной мастикой еще на заводе однозначно делать обработку днища кузова необходимо потому что металл хоть он оцинкован но не сильно внушает все-таки доверие лучше его обработать я вот сейчас показываю пороги пороги вы можете видеть они обработаны они обработаны есть специальная обработка такая грубая довольно обработка но она есть поэтому любом случае конечно пороги я думаю в какой-то степени защищены но само днище дальше есть нюансы есть конечно вопросы но по глушителю это конечно действительно жалко наверное и меня как автовладельца наверное и девушку которая судится с тиллером потому что действительно проблемы с выходной системой именно с глушителем в плане коррозии и ржавчины есть автомобиль новый автомобиль нет еще даже 6 месяцев почему настолько я не понимаю не продуман металл который использовался при производстве но говорится это уже не знаю данной ситуации если вы знаете почему так чем страшно эта проблема уже столкнулись напишите пожалуйста в комментариях к этому видео очень интересно на эту тему поговорить принципе больше таких очагов по самому кузову я не нашел более-менее кузов обработан чисто вопросы по глушителю по выхлопной системе остальное наверное более менее нормально но конечно это неприятно это новый автомобиль который побежал еще только 7000 километров а вот опять же это не гарантийный случай к дилеру обращаться по этому вопросу смысла нету вам ничего не сделать лучшем случае вам скажут помойте автомобиль помойте днище вот что вам скажут опять же повторюсь что это еще не ржавчина это коррозионный налет поэтому лучше всего после зимы однозначно помыть днище вместе с кузовом помыть днище автомобилю чтобы снять этот коррозионный налет потому что но он не есть хорошо этот налет он любом случае будет потом образовывать разъедать металл поэтому лучше его конечно убирать вот таким образом самые слабые места которые заключение хочу еще подытожить сказать это конечно само крепление глушителя которые имеют непонятную конструкционную особенность всего лишь одну резинку ну и места швов где идут стыки там конечно первую очередь образовываются проблемы вот вы можете видеть саму накладку декоративную которая тоже имеет свойства покрываться коррозионным налетом ее просто можно снять после зимы и поочистить жесткой жесткой щеткой в этих местах опять же в принципе я не думаю что это сильная проблема как говорится можно в принципе не снимать можно так очистить любом случае можно так и оставить это это не является какой-то проблемы в принципе больше каковы проблем существенных по кузову под днище кузова я отметить больше не могу более-менее скажем так сносно выглядит кузов но по глушителю конечно неприятно опять же по слухам что не только у рено каптур такие проблемы и у рено дастер и у сандера образуются такие же неприятные моменты поэтому в любом случае конечно ну наверно качество металла что еще можно сказать и наверное спасибо дорожным службам которые непонятно чем посыпают и дорогу зимой моментов которые касаются первые ржавчины локальные проблемы их можно в принципе устранить однозначно рекомендую наверное всем кто является автовладельцем рено каптур который производится 2016 года и по настоящее время после зимы однозначно нужно мыть днище вместе с кузовом мыть днище потому что радиононалет который образуется после зимы его однозначно нужно снимать металл хоть он и оцинкованный хоть он и обработан на заводе но все равно имеет свойства в некоторых местах имеется скажем так локальные проблемы которые лучше не запускать более подробно обзор то драйв автомобиля рено каптуру можете найти на наших сайтах базлайт точка ру и автоблокар точка ру ссылки на сайт будут под видео и под описанием если у вас есть вопросы предложения или пожелания пожалуйста присылайте их нам на наш youtube канал или оставляйте на наших сайтах обязательно их рассмотрим и ответим большое спасибо вам за внимание всего вам доброго и удачи на дорогах